Друзья, всем огромный привет, рад видеть вас на своем канале. Сегодня разберем популярнейшую военную песню в «Землянке». Разбор будет не в самом сложном варианте, поэтому я надеюсь, что многие из вас смогут очень быстро справиться с этой песней и в ближайший день победы порадовать своих друзей и близких ее великолепным звучанием. Если вам нужны ноты, ноты есть. Они находятся в моем авторском сборнике «Песни военных лет», ссылка на которую указана в описании к этому видео. Ну или вы можете просто перейти по ссылке, которая прямо сейчас в правом верхнем углу вашего экрана. Сначала я покажу вам, как «Землянки» звучит финально на аккордеоне в этом варианте, а после подробно разберем уже правую и левую руку и соединим их вместе. Поехали! «Землянки» Для начала краткий музыкальный анализ формы. Размер 3 восьмых – это то же самое, как 3 четверти, только 3 восьмых в каждом такте. И счет будет 1, 2, 3 восьмушками. Тонализ ми минор при ключе у нас знак фа диез. То есть все ноты фа будут диезами, повышаем на полтона вверх. По форме. У нас есть вступление, куплет, припев и небольшой проигрыш после припева. Точно такой же по материалу, как и вступление. Все очень просто. Давайте разбираться отдельно с руками. Итак, вступление правой рука. Сначала учим ноты. Начинаем первым пальцем. Из-за такта 2 восьмушки, 2 ноты ми. Ми, ми. Дальше следующий такт. Ля вторым пальцем, си третьим пальцем, ля первым пальцем. Ми вторую октаву четвертым пальцем, фазис пятым пальцем, ми четвертым пальцем. Пришли в ноту си. Четверть с точкой, поменяли на третий, на пятый палец. Дальше. В следующем такте восьмая пауза. Две ноты си. Малый такт первым пальцем. Си, си. Пятым пальцем. Ля, соль, фазис. Ля, соль, фазис. В ноту ми пришли. Вторым пальцем поменяли на первый палец. Обязательно. Теперь вместе со счетом. Пустой такт. Дальше у нас первая доля пустая. И на вторую восьмушку мы вступаем. Раз, два, три. 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 Раз. И дальше пошел куплет. Теперь разбираемся с левой рукой вступления. В первом такте у нас пауза. Две восьмушки в правой руке и вступаем сразу в следующий такт. В левой руке у нас сначала первый такт. Ля, минор. Бас, аккорд, аккорд. Третьим вторым пальцем. Дальше пятым пальцем. Бас, до. Два минора аккорда от ля. В следующем такте ми, минор, минор. Пятым пальцем бас, соль. Два минора от ми. Далее доминанта. Си, септаккорд. Четвертым пальцем рядом, вспомогательном ряду. Спустить елочкой вниз. Ре, дес. Два септаккорда от си и ми, минор, минор. В следующем такте бас, аккорд на преси. То есть у нас идет чередование минорных аккордов с пятым пальцем. А там, где септаккорд, то мы чередуем бас со вспомогательным рядом. Теперь соединяем вместе руки в вступлении. Сначала наступает правая рука, а левая рука подключается во втором такте. Поехали. Вместе с нотой ля, аккорд, бас, аккорд, аккорд. В ноту си бас, аккорд, аккорд. Бас, пау, соль, аккорд, аккорд. Теперь разбираем ноты в куплете правой рукой. Поехали. Начинаем из атакта, так же как и в вступлении. Две восьмушки, правой рукой. Нота ми, нота фа диез. Первым пальцем ми, вторым фа диез. Дальше соль третьим пальцем, си пятым пальцем, соль. Фа диез вторым пальцем, ми, рэ диез вторым пальцем, ми пришли в ноту, ми первым пальцем по тянули. Пауза, дальше вторым пальцем, соль. Ля третьим пальцем, три ноты си четвертым пальцем. Пятым, до, соль вторым пальцем, ля третьим пальцем, си четверть точка четвертым пальцем. Далее пауза восьмая и две ноты ми первым пальцем. теперь вместе со счетом пустой такт Первая, восьмая пустая, пауза и на вторую, восьмую вступает нота ми в правой руке. Раз, два, три. 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 И дальше пошел припев. Теперь разбирайся с левой рукой в куплете. Сначала у нас первую долю идет бас аккордом вместе ми минор. Дальше две доли паузы вступает в правая рука. И в следующем такте ми минор, бас аккорд аккорд. Потом си септаккорд. Ми минор, минор. Вниз через одну вниз ре септаккорд. Вниз на соль мажор, мажор. Вниз на до мажор. А снова соль мажор. И вверх нужно перепрыгнуть через две на ми септаккорд. Идем вниз на ля минор. Чередование пятым бас до. Два минора от ля. Потом бас ми минор минор. Бас соль пятым пальцем минор от ми. Си септаккорд. Четвертым редис. Два септаккорда от си. И ми минор минор. То есть если вы заметили, вторая половина левой руки точно такая же как и вступление. То есть просто нужно чуть-чуть выучить первую половину. Теперь соединяем вместе обе руки. Сначала у нас вступает ми минор бас аккордом вместе. На вторую долю ми. На третью ноту нота фа правой руки. Поехали. Бас аккорд аккорд. Бас аккорд аккорд. Бас пауза с аккордом. Бас в паузу. И дальше пошел припев. Теперь учим правую руку ноты в припеве. Начинаем. Сначала у нас первая доля пауза. Восьмушка пауза. На вторую восьмушку у нас нота фа диэ с третьим пальцем. Нота ми вторым пальцем. И в долю ре первым пальцем. Фа диэ с вторым пальцем. Ля третьим пальцем. До пятым пальцем. Си. Ля пришли. Вот эту соль вторым пальцем. Поменяли на первый. Потому что дальше идет подкладывание. Пауза. И третьим пальцем фа диэ с ми то же самое. Ре. Фа диэ с вторым пальцем. Ля. Теперь только ми пятым пальцем. Ре. До пришли ноту си вторым пальцем. Ничего не меняем. Потому что нам первый палец нужен дальше будет. Далее восьмая пауза. И две ноты ми первым пальцем. Это точно так же, как в куплете. Дальше восьмая пауза. Две ноты си первым пальцем. Си. Си. Ля. Соль. Фа диэ с ля. Соль. Фа диэ с ми вторым пальцем. Теперь вместе со счетом. Пустой такт. Первая доля пустая восьмушка. На вторую восьмушку выступает нота фа диэ с. Раз. Два. Три. Раз. И дальше пошел пройвыш. Теперь учим левую руку в припеве. Мы закончили на ми миноре. У нас был пас аккорд аккорд. А в припеве просто пятым пальцем играем бас соль. Два миноре от ми. Через одну вниз ра с аккорд. Четвертым пальцем вспомогательном ряду бас фа диэ с. Два с аккорда от ре. И вниз на соль. Мажор. Мажор. Потом бас с ра. Третьим пальцем два мажора от соль. Опять то же самое. Ага с аккорд. Бас фа диэ с. Вторым пальцем два с аккорда. И теперь соль мажор уже пятым, четвертым, четвертым пальцем. Потому что вверх идем на ми-септаккорд. Спускаемся вниз на ля-минор. Чередование с басом до-минор-минор. Теперь ми-минор. Чередование с басом соль-минор-минор. Вверх на доминар-си-септаккорд. Чередование с ря-диезом. Бас септаккорда от си-ми-минор-минор. Дальше пошел проигрыш. Соединяем вместе обе руки. Начинается с левой руки. У нас сначала вступает бас соль пятым пальцем. Дальше вместе с аккордами ми-минор-минор в руке вступают фа-ми-ми. Поехали. Бас. Бас, аккорд. Ровненько всю. Теперь на ту соль. Бас, аккорд. Бас, паузу. Все ровненько с ножками. Бас, аккорд. Бас, аккорд. Это то же самое, как в куплесе. И пробежь потом. Как в куплении. После того, как хорошо разобрались с нотным материалом, научились играть правой рукой, левой рукой. Соединили их вместе со счетом. Все ровненько. Выделяя каждую восьмушку. То есть сначала вы выделяете каждую восьмую ноту. Как будто приседаете на нее. Так далеко, конечно, мы не уедем. Но это начальный вариант обучения. После чего нужно выделять только бас. Делаем акцент на бас. А аккорды слабые. Тогда вы чуть-чуть начинаете сдвигать темп. Поехали. Раз. Бас. Уже свободнее пошла игра. Вот. Учитесь играть, выделяя бас. То есть у вас бас глубокий. А аккорды слабые. Ни в коем случае нельзя вот так вот так перегружать аккорды. Это неправильно. После чего начинаете мыслить хотя бы по два такта. То есть выделяете первую долю в каждых двух тактах. Получается так. Раз. 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 Тогда игра становится более шире и начинается мыслить уже фразами. А в идеале, конечно, когда чуть-чуть еще более свободно начинается играть, можно мыслить вообще по четыре такта. Тогда получаются вот такие вот волны фразами. Просто от меньшего к большему. Сначала каждую восьмушку. Потом только бас. Одну долю из трех. Потом одну долю из шести. А потом просто вовсе переходите на выделение одной доли из четырех тактов. Тогда у вас получается игра фразами. Всем хороших занятий. Фразами. Спасибо. 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 Продолжение следует...